Тук-тук! Дорогие друзья, всем привет! Я рада вновь приветствовать вас на своей кухне. По многочисленным просьбам я продолжаю вот эту гастрономическую рубрику. И сегодня мы будем с вами готовить вишневый пирог. Поехали! Ни в коем случае не изменяем традиции. Закалываем волосы. Я даже кепочку свою возьму. Должна сказать, что к этому пирогу я испытываю особый трепет и любовь, поскольку именно с него началась моя большая любовь к готовке. Поэтому, если вы начинающий кулинар, то не бойтесь, все очень просто и у вас все получится. Приступим! Что нам понадобится? 200 грамм просеянной муки. Грамм 120-140 сахара. Грамм 300-400 вишни без косточки. Размягченное сливочное масло где-то от 180 грамм. Чайная ложка разрыхлителя. Чайная ложка ванили. И 4 яйца. Кажется, я ничего не забыла, но сейчас я продемонстрирую ингредиенты, и мы посмотрим еще раз внимательно на них. Итак, нам понадобится 200 грамм просеянной муки, 120-140 грамм сахара, это как вы любите, 180 грамм размягченного сливочного масла, 400 грамм предварительно размороженной вишни без косточки, 4 куриных яйца, чайная ложка разрыхлителя, чайная ложка ванили и, на картинке здесь не представлено, обязательно щепотка соли. Из подручных средств нам понадобится форма для выпекания, желательно со съемным дном, но можно и без него, и миксер. Еще я забыла кое-что добавить, что вам понадобится в конце, но это уже в качестве украшения, можно это делать, можно не делать. Сахарная пудра, она отлично смотрится на вишневом пироге. Такое дополнение, у меня, к сожалению, нету кардамона, но обычно я в этот пирог добавляла его небольшое количество. Это, сразу говорю, одно любителя, для тех, кто любит такие специфические чуть-чуть оттенки. Здесь у нас представлена абсолютно такая классика жанра, поэтому вряд ли кого-то что-то смутит вот в этих ингредиентах. Но хотим поделиться вот таким вот своим маленьким секретом. Ну что, первый этап. Мы берем размягченное сливочное масло, кладем в миску, добавляем туда весь наш сахар, ваниль, взбиваем миксером до образования такой кремообразной консистенции. Начинаем по чуть-чуть добавлять яйца. Еще. И оставшуюся часть яйца. Взбиваем. В отдельной миске я смешала муку, разрыхлитель и щепотку соли. Половину этой сухой смеси мы добавляем в жидкую и перемешиваем. Добавляем оставшуюся часть муки. Перемешиваем. Берем противень и смазываем его кусочком сливочного масла. Далее присыпаем его мукой и хорошенечко ее распределяем. Все это для того, чтобы наш с вами пирог не пригорел. Ну что, у нас последний этап. Я поставила духовку разогреваться на 180 градусов. Переложила тесто в форму для выпекания. И сейчас нам нужно, напоминаю, размороженную и отжатую вишню положить сверху вот этой вот массы. Что мы и сделаем. Не переживайте, это была всего лишь вишня. Никто не пострадал. Обожаю вишневый сок. У нас получилась вот такая история, которая отправляется прямиком в разогретую духовку. Сейчас прозвучит вопрос, который я не очень люблю. Звучит он следующим образом. Сколько по времени готовить выпекать? У всех духовки абсолютно разные. Более того, я сейчас первый раз буду делать этот пирог в этой духовке. Поэтому я закладываю где-то минут 35-40. Но, естественно, я буду проверять, каким образом я возьму зубочистку, воткну в пирог, вытащу и посмотрю. Если зубочистка сухая, значит он готов. Если она влажная, значит нужно еще чуть-чуть подержать. Ждем. Похоже, наш пирог готов, так что достаем. Ну что же, я дождалась, когда остынет наш вишневый пирог. Вот так вот он выглядит. Я его посыпала сахарной пудрой. И если вы сейчас смотрите это видео, значит я его уже попробовала. Он мне понравился. Он достоин того, чтобы им поделиться. Приятного вам аппетита. И очень рекомендую вам его приготовить. Должна признаться, что вот этот вишневый... Должна признаться, что этот вишневый пирог... Должна признаться. Интересно, влияет на психологическое и психическое состояние, судя по всему. Я должна сказать, что к этому пирогу я использую... Мамма миа! Так, важный момент. Вишню я зама... Ее нужно хорошенечко отжать. Да. Еще раз. Сама себе объявляю выбор какой-то там. Должение следует... Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...